Здравствуйте! Давайте приступим к лекции. На прошлой лекции мы с вами занимались выводом кинетического уравнения для волн. И все принципиальные моменты рассмотрели. После завершения этого вывода технические моменты были рассмотрены на семинарах. Тем, кто на семинаре почему-то не был, сообщаю, что этот вывод присутствует в двух из рекомендованных учебниках, а именно в книжке Векштейна «Физика сплошных средств в задачах» и также Заславского-Сагдеева введения в нелинейную физику. Во втором случае этот вывод сделан для газофононов, не фотонов, не для оптики, а для акустики. Но, в принципе, разницы никакой нет. И на семинарах и также в этих книжках выводится финальная форма этого кинетического уравнения. Напомню, что НКТ – это число квантов, или соответствующим образом нормированный НКТ. Это все равно, что амплитуда КТ по модулю в квадрате, при нашей нормировке, где амплитуда, значит, волнового пакета с длиной волны, с волновым вектором К, квадрат амплитуды, значит, НКТ с точкой, или скорость изменения числа квантов, условно говоря, был получен в таком виде. НК с точкой равняется Пи, интеграл по всем волновым векторам К' умножить ВКК' по модулю в квадрате. ВКК' – это матричный элемент трехволнового взаимодействия, который, естественно, зависит от того вектора К, к которому относится вычисляемая НК с точкой. И вот это ВК' – все остальные К' – дальше стоит дельта от дельта омега, и умножить на такую скобку. НК' – НК-К' – НК-К' – НК-К' – НК-К' – НК-К' – НК-К' – К'. Значит, это финальное выражение для этого кинетического уравнения. Поскольку у нас кинетический вывод делался для случая однородной турбулентности, то есть для однородной среды, которая к тому же еще была постоянного времени, то, естественно, в левой части этого кинетического уравнения стоит только НК с точкой, а справа стоит то, что в кинетике газа называется интегралом столкновений. Тут это тоже какой-то интеграл по распределению плотности энергии по этим волнам, который описывает результат трехволнового взаимодействия этих волн друг с другом или результат рассеяния волн друг на друге. Естественно, как в процессе вывода, так и к результату еще есть вопросы. Вот сейчас, значит, вот один из, значит, эти вопросы заключаются в следующем. Значит, по крайней мере в моей группе в процессе вывода использовались снова соотношения Мэнли-Роу, которые, ну, в таком виде, да, вот, в виде соотношения симметрии между матричными элементами. То есть ВКК штрих почему-то равен ВКК минус К штрих, а ВКК штрих также почему-то был равен минус В со звездой К штрих и К. То есть вот эти вот соотношения симметрии между матричными элементами, они, с ними мы уже встречались в соотношениях Мэнли-Роу для уравнений Бламбергена, там, напомню, я тоже было соотношение типа В2 равняется В3 и почему-то равняется минус В1 со звездой. То есть В2 равное В3 – это вот это соотношение, ну и они связаны с В1 таким вот образом. Значит, это первый вопрос, который я сейчас хочу осветить дополнительно. И второй вопрос – это что мы дальше можем делать с этим уравнением и зачем оно нам, собственно, нужно. Ну вот по порядку начиная, давайте начнем вот с этим, с этого. Значит, в уравнении Бламбергена было показано, что вот эти соотношения или свойства симметрии коэффициентов матричных связаны с тем, что сохраняются числа квантов. В этом уравнении у нас число квантов обозначено буквой НК, то есть соотношения Мэнли-Роу будут выглядеть таким образом. НКТ плюс НК штрих равняется С1, НКТ плюс НК минус К штрих равняется С2, и, соответственно, НК штрих минус НК минус К штрих равняется С2 минус С1. То есть вот можно поверить, что такое соотношение действительно имеет место. Но спрашивается, откуда взять вот это? В квантовой механике понятно откуда. А в нашей классической физике сплошных сред тоже имеется довольно такое логичное основание, почему бы это можно было написать. И это логичное основание называется «Закон сохранения импульса», как ни странно. Вот, значит, вспомним третий курс физику сплошных сред, который вы проходили, и на ней был вывод, в ней был вывод, значит, импульса волны, одной гармонической волны, в которой обозначим ПК, где К – волновый вектор этой волны, и это выражение было получено в таком виде, К поделить на омега К умножить на WК, где К – это волновый вектор, омега К – это соответствующая по дисперсионному соотношению частота этой волны, а W маленькая К – это плотность энергии. То есть в том выводе вот это была плотность энергии, а вот это была плотность импульса. То есть на единицу объема, приходящаяся на единицу объема. В нашей задаче мы имеем дело, значит, со средой большого объема, и вот это, значит, полное число квантов во всей этой среде. Поэтому привязаться вот к этому выражению мы можем, только проинтегрировав по всему объему. Значит, если мы проинтегрируем по всему объему, то получится, что, значит, полный импульс волны вот с этим волновым вектором будет равен то же самое К на омега К, поскольку у нас среда однородная, то в ней и К сохраняется, и омега К одно и то же. Ну а здесь будет, соответственно, WК, которая в нашей нормировке известно, что WК – это просто пропорционально НК с каким-то коэффициентом. Значит, вот это то, что мы знаем. Значит, когда выводилась вот эта формула на третьем курсе, там приговаривались такие слова, что это мы берем строго одну волну. Если мы возьмем две волны, то там поток импульса, не поток, прошу прощения, плотность импульса будет содержать не только вот это слагаемое, и не только еще одно слагаемое для второй волны, но и перекрестные члены, и поэтому все будет плохо. Поэтому, значит, вывод был только для одной волны. Однако, если мы проинтегрируем перекрестные члены по всему объему, а перекрестные члены содержат экспоненту, в которой стоит, значит, разность волновых векторов числителя, значит, проинтегрируя эту, умножить на координату, проинтегрируя по всему большому объему, эти биения стремятся к нулю. Поэтому, значит, вот в таком проинтегрированном виде полный импульс среды равен сумме вот таких вот импульсов волн, ну или интегралу пока. Значит, и закон сохранения энергии мы тоже имеем право написать, прошу прощения, импульса, мы имеем право написать для вот этих трех волн, которые у нас участвуют в таком трехволновом взаимодействии. И этот закон сохранения импульса будет, естественно, иметь вид П большое КТ плюс П большое К штрих плюс П большое К минус К штрих при взаимодействии значит, должен сохраняться. так понятно, да, что это тоже, естественно, вектора, это векторная сумма, это тоже вектор. Так, ну а теперь воспользуемся вот этой формулой и посмотрим, что получится. Получится, что дельта, константа, естественно, не меняется при взаимодействии. Значит, К поделить на омега К на НК плюс К штрих на омега К штрих НК штрих плюс К минус К штрих на омега К минус К штрих НК минус К штрих должно равняться нулю. Теперь соберем вот эту вот это на самом деле сумма двух векторов. Та часть, которая относится к К прибавим сюда а которая К штрих вот сюда то есть фактически мы вот этот вот внутренний вектор разложим по двум составляющим в направлении К и в направлении К штрих. Получится дельта вот такого вектора К умножить на НК делить так а вот здесь я допустил ошибку вот сюда надо написать омега К сюда надо написать омега К омега К штрих и омега К минус К штрих то есть у нас нормировка плотности энергии волны была равна числу квантов умножить на омега К соответственно вот здесь появляются эти омеги которые благополучно сокращаются. вот это с этим знаменателе это тоже так значит НКТ минус НК минус К штрих плюс К штрих так только не минус вот здесь плюс а К штрих тут будет НК штрих минус НК минус К штрих и все это должно равняться нулю. ну теперь вектора К и К штрих значит это какие-то заданные вектора которые направлены в разные стороны вообще говоря ну следовательно при взаимодействии они точно не меняются но можно сказать что поскольку они направлены в разные стороны то по отдельности изменения вот этой суммы и вот этой разности должны быть равны нулю. то есть мы получили что дельта от НК минус НК минус К штрих должно равняться нулю и дельта от НК штрих плюс так вот здесь вот прошу прощения плюс а вот здесь минус минус НК минус К штрих равно нулю. Теперь смотрим сюда и видим что мы получили вот это выражение второе третье выражение да отсюда следует вот это то есть вот эта константа и вот эта константа таким образом соотношение Менли-Ру являются следствием закона сохранения импульса если в нашей системе закона сохранения импульса выполняется то выполняется соотношение Менли-Ру а следовательно и выполняются вот эти условия симметрии матричных элементов которые были необходимы для выражения понятно да значит вот этот третий и первая строчка в этих соотношениях Менли-Ру она получается суммой вот этих зависит так значит в первом пункте мы забрались ну и вы так соответственно запомните что соотношение Менли-Ру в классическом случае электродинамики сплошной следы является следствием закона сохранения импульса и трехломом цигматиста так ну второй вопрос который еще хотел смотреть по этому поводу это применение генетического уравнения для уравнений значит что можно сказать про решение этого уравнения первое это то что равно распределение энергии колебаний по степеням свободы является стационарным решением что означает равно распределение энергии по степеням свободы вот у меня в энергии написано НК умигута то есть НК умигута равное константе вот это вот равно раз и и и и константе то есть не зависит от К да вот это произведение при всех К одинаково если зависимость НК именно такая то есть константы определенные на НК то правая часть того уравнения обращается в ноль что-то тоже делалось в семинарах это же скобка вся ночь соответственно равномерно а раз правая часть обращается в ноль это означает что НК с точкой тоже ноль значит это равное распределение является спорциональным решением этой системы уравнения при НК значит второе подтверждение заключается в следующем что энтропия этих волн возрастает значит чтобы долго не копаться с этим что такое энтропия можно перекормулировать другим образом что ДВДТ от интеграла УДК Д алгоритм МКТ так Д алгоритм МКТ КВДТ в равномерно значит это ну вот это вот с изменением тропии во время значит доказывается это довольно просто доказательство имеется в учебном значит задачнике Викштейна и равенство достигается только на вот этом вот распределении равное равное распределение там логика потому что МКТ от времени не зависит все остальные распределения значит релаксируют только ну и наконец ну это как бы термодинамика для этих волн выполняются так сказать основные соотношения термодинамики есть какое-то равновесное распределение и система релаксирует к этому равновесию с вырастанием тропии с практической точки зрения есть ли какие-то методы как это все практически используют ну вот известные мне наиболее распространенные модели условные на этой методическом направлении называются квазилемейными квазилемейными моделями слабой турбонизации в этих позилийных моделях уравнение немножко усложняется дело в том что в таком виде в простом это похоже на уравнение диффузии без источника или уравнение теплопроводности без источника то есть правая часть нашей волны перемешивает левая часть описывает как при этом меняется распределение вот но в реальных задачах обычно имеются источники волк да какие-то и значит и затухание этих волков и каких-то параметров вот значит чтобы это промоделировать используется значит некоторое дополнение к этой модели основанное на линейной динамике числа квантов вот уравнение было выведено для прозрачной среды в которой энергия сохраняется вот а предположим что у нас значит при каких-то к кванты поглощаются а при других к наоборот рождаются значит наиболее распространенный вариант когда это происходит это значит в случае линейной устойчивости линейного затухания значит если у нас есть линейная неустойчивость или затухание то тогда энергия волн сплавного вектором к линейном протяжении будет меняться по формуле два грамма обхата если он больше нуля декремент если меньше нуля почему два потому что если амплитуда меняется как есть степени гамма т то естественно в который профессиональный квадрат будет меняться как есть степени два ну вот соответственно можно сватывать модель гамма каким-то образом зависит от к и неустойчивость в каком-то диапазоне глинг волн возможно здесь неустойчивость а короткие волны почему-то затухают здесь тоже затухают но это я в качестве примера рисую какую-то конкретную кривую вот это линейное решение линейной задачи устойчивости и неустойчивости вот ну она может выглядеть как-то совсем по-другому может стоять один какой-то там при какой-то конкретной длине волны накачка при других затуханиях или еще как ну вот допустим так что означает это означает что вот здесь у нас кванты рождаются здесь они теряются если никакого взаимодействия между квантами нет то тогда у нас получится следующее что вот здесь в этом диапазоне нинвол у нас амплитуда колебаний будет экспоненциально нарастать а здесь у нас никаких колебаний не будет вообще потому что они затухнут у нуля все начальные колебания все кванты потеряются но если мы посмотрим на это уравнение оно нам говорит что на самом деле будет из-за трехволнового взаимодействия энергия из вот этой зоны будет перекачиваться сюда и здесь она будет диссепировать в ноль из-за ну вот из-за линейных слоганий то есть я могу попробовать сравнить вот это выражение да поделить его на лунную декор в правую левую часть тогда это получится НКТ с точкой здесь будет стоять 2 грамма КТ НКТ и попробовать в этом уравнении да вот это просто эквивалентно это линейный уравнение и добавить в правую часть вот тут то что написано сверху то есть возеленение возеленения модель заключается в следующем то я решу ТХТ равняется 2 грамма КТ на КТ плюс то есть ТХТ это значит 5002 интеграл имеет ну я его в таком виде написал интеграл в сравнении для частиц это линейная модель значит если забыть про вот этот источник то получается точное генетическое уравнение для лун если значит его вставить то вот это есть пози линейная как бы в чем тут приближение приближение в том что на самом деле если у нас есть волновая турбулентность то мы линейной этой задачей не очень хорошо можем пользоваться да потому что что значит линейная линейная значит мы взяли равновесие в котором никаких нет и нашли там вот этот инкремент или декремент для малой для волны маленькая амплитуда но тем не менее значит вот эта модель она используется и работает довольно неплохо в некоторых ситуациях значит ну и что она опишет в этом случае вот она нам у нас какой-то спектр очень поведоменяемая модель позволит нам написать зависимость нката нкат которая будет выглядеть каким-то образом вот таким то есть в этом диапазоне будет расти количество нката с течением времени сюда будет перекачиваться энергия здесь тоже будет неравная количество планов поливаний ну и таким образом можно найти спектр формально я никакую конкретную задачу не решаю но я хочу сказать что если взять задаться видом гамма-отка решить каким-то способом вот это уравнение вот этим гамма-отка то можно в результате получить спектр стационарный то есть что будет какие поливания в этой системе будут наблюдаться если там есть неустойчивость то с такими характеристиками и трехполаговое взаимодействие которое распричивает рассеяние это вот такие модели используются в различных системах неустойчивых со слабой волновой турбурентности но напомню что слово слабая турбурентность означает что при вот этом вот эти решения решения этой системы вот это вот в частности решение должно оставаться в пределах определенной амплитуды по НК но не может расти большой амплитуды потому что при выводе мы использовали приближение малости амплитуды что правая часть маленькая если решение окажется растущим неограничено или ограничено какой-то большой величины то тогда означает что наше исходное предположение не согласуется с результатом придется искать другой метод решения вот так на этом мы вопросы с нелиней и оптикой слабой турбурентностью заканчиваем и переходим к следующему разделу курса который называется кедродинамика кедродинамика нелинейность является сильной она имеет специальное название нелинейность кедродинамического типа но она совершенно точно не позволяет строить модели слабой турбурентности как у нелинейной оптики или оптики давайте вспомним уравнение диагоги гидродинамики в которой опять же проходили уравнение риллера выглядит вот так уравнение 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 нелинейности собственно наш курс называется линейный процесс линейный процесс в гидродинамике если говорить в чистом виде то это звук для того чтобы звук получить нам нужно эту систему линейно линейно и тогда получается гиперболическое уравнение для возмущения плотности давления и скорости естественно в этом уравнении имеются линейные звуковые волны которые распространяются с постоянной скоростью а вот нелинейность собственно гидродинамическая нелинейность она спрятана вот в этом слагаемом который есть во всех гидродинамических моделях в модели может не быть g в ней может не быть p но вот эта вот часть она всегда есть мы вспомним что же это такое что это за полная производная это частная производная даже если в совсем маленькая то вот этим вторым слагаемым можно пренепречь и тогда модель линейная а вот если бы конечные вещи то как раз вот это гидродинамическое 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 значит вообще говоря в этих гидродинамических уравнениях это не единственное гидродинам является так же и вот это зависимость если я напишу гидродинам рога гидродинам распишу это получится в гидродинам 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 если плотность вещества возмущается то здесь тоже оба эти слагаемых являются нелинейными причем первое из них очень сильно похоже на вот это второе немножко выглядит немножко иначе но по сути они похожи это нечто совсем другое чем вот эта электрическая проницальность второго или третьего порядка с которой мы встречались в нелинейной оптике вот и значит нелинейность самих уравнений динамики опять же в оптике там сами уравнения динамики это были уравнения массовые в принципе это линейные честно линейные это абсолютно это любая амплитуда за исключением материального уравнения в котором собственно вся нелинейность и была а здесь сами уравнения динамики не линейные и на практике это приводит к тому что система вот даже если мы ее начали с какого-то небольшого небольшой амплитуды сгущения значит все равно за конечное время она доходит до такого состояния что вот эта линейная слагаемость становится большим то есть построить модель слабой тугулентности и сказать что нелинейность у нас слабая если мы эту модель построим она у нас будет работать в конечное время от начального состояния понятно что вот это ограничение по времени оно очень неприятное и хочется найти какой-то другой вариант решения проблемы не идти от слабого слабой нелинейности а пытаться решить сразу задачу с сильной нелинейностью считать что вот эта поправка имеет произвольную амплитуду причем то что я сказал относится даже к звуку вот казалось бы мы знаем что есть линейные волны которые представляют собой звук результат линейной лизации этой системы когда вот этот выкротвой выкинули сказали что нет а только что я сказал что такое решение будет работать только конечный промежуток времени понятно что чем меньше амплитуда тем дольше это будет работать но все равно любой звук конечной амплитуды за конечный промежуток времени становится нелинейным и вы с этим сталкивались в реальной жизни вот в частности на вокзалах там стоят мощные динамики и слушайте вы их с большой расстоянием и наверняка вы заметили что понять что там говорит этот динамик иногда бывает невозможно и это связано не с плохой дикцией того кто там сидит за микрофоном а с объективной реальностью потому что с одной стороны амплитуда довольно большая а с другой стороны звук от динамика до вашего уха проходит большое расстояние то есть проходит большой промежуток времени и форма этого звука из-за нелинейности успевает исказиться на величину порядка единицы и вот соответственно вот так получается что вот эта гидродинамическая нелинейность ее нельзя игнорировать ее можно игнорировать на каких-то специальных задачах а если мы хотим всю либо на большом промежутке времени либо с большой амплитудой то придется учитывать эту реальность найти какое-то стационарное решение для этого звука не получается это первое свойство второе свойство что когда эта нелинейность становится большой в тот же самый момент включается также и значит очень много других эффектов частности диссипация начинает срабатывать на этом нелинейном звуке дисперсия вот ну связано это вот с чем что вот понятно что пока нелинейность маленькая можно рассматривать это как трехволновые взаимодействия и это трехволновые взаимодействия в том что в квадрате там трехволновые взаимодействия приводит к тому что начальный силус и дарьный звук распадается на какие-то другие гармоники если мы подождем достаточно долго то среди этих гармоник появляются такие которые скажем вообще будет разум ушли и там затухли какие-то получаются там с такой длиной волны при котором скорость распространения не так начинает сказываться дисперсия поэтому вот это динамическое нелинейность она полотает таким существенно другая чем для и у нее есть еще одно суставу первое это но второе это то что она оказывается интегрированная с этим вы сталкивались ну собственно это вот здесь и написано то есть пожалуйста вот это вот сложно нелинейное выражение почему-то можем записать в таком простом виде dvpdc и 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 проявляется вот эта самая нелинейность. Теперь давайте я покажу, что это за замена переменных. Давайте приступим. Итак, значит, вот эта замена переменных называется координаты Лагранжа. Итак, координаты эти довольно простые, по физике своей определены они следующим образом. Пусть движение нашей жидкости началось в момент времени t равное нулю, или в момент времени t0, и каждой капельке жидкости, которая находилась в момент времени t равное нулю, припишем координату r0. Вот просто радиус вектора r0 – это координата жидкой капли в момент времени t равное нулю. И в дальнейшем будем описывать нашу систему с помощью такой пары координат r0 и времени t. Вот Эллеровы координаты – это вот Лагранжева, а Эллеровы – это r и t. То есть привычные вам координаты – это r, t. В данный момент времени, в данной точке мы измеряем какие-то параметры. Значит, координаты Лагранжа – это, значит, если я взял и измерил параметры в данной точке, я должен отследить ее путь с начала движения, и таким образом найду вот эту r0. То есть вот эта r0, она навсегда приклеена к капле жидкости. Вот, значит, капля куда-то потекла, переместилась, нагрелась, остыла, что-то с ней произошло. Но r0 у нее навсегда. Вот это вот ее метка. Метка капли жидкости. Причем метка, которая вот по физическому смыслу – это просто ее координата в начальный момент времени. Ну а время одинаковое. Что в этой системе координат, что в этой. И что тогда получится? Вот в этих координатах Лагранжа как будет выглядеть гидродинамическая нелинейность? Ну а, собственно, понятно, потому что вот эта Лагранжево-производная, если вы помните, и определена на как? Вот это вот dvp dt – это ускорение жидкой капли. То есть это как раз dp dt при r0, равное константе. Поскольку вот r0 – это как раз данная капля. То есть вот эта вот сложная производная Лагранжево-производная – это просто частная производная вот в этих вот Лагранжевых переменах. И сама скорость тоже – это dp dt от r минус r0. Правильно? Если, значит, скорость – это данные капли. Следовательно, это все тоже взято при постоянном r0. Значит, dvp dt – это вторая производная от r по t частная при постоянном r0. Ну, поскольку при постоянном r0, то r0 здесь не дифференцируется, а дифференцируется как раз r. Вот. И отсюда мы получаем, что основной неизвестной функцией, которую мы вот в этих вот координатах Лагранжа должны исследовать, оказывается функция r от r0 t. Вот эта вот неизвестная искомая функция. Ну, собственно, когда мы ее нашли, то это означает, что мы нашли, как жидкость двигалась все это время, куда каждая капля приплыла. Значит, самая простая модель с гидродинамической нелинейностью – это модель жидкости без давления. Ну и без g, да? Или уравнение хопфа. Уравнение хопфа. Которое вы проходили уже несколько раз, скажем, на математической физике. Значит, вот это уравнение dv pdt равное 0 превращается в d2r pdt квадрат равное 0. И сразу же находится решение. r равняется r0 плюс v0 на t. Казалось бы, было нелинейное уравнение. А мы раз его решили с помощью замены переменных. Значит, вот это v0 – это какая-то константа, которая зависит от начальных условий, начальная скорость. Значит, она тоже должна зависеть от r0, естественно. Ну и в этом решении подразумевается, что начальный момент времени – это t равное 0, да? Чтобы при t равном 0, r равнялся r0. Ну вот. Значит, а где же заковыка? Где вот эта вот вся суровая нелинейность, которая неустранимая, которая куда-то... Вся система заруливает в такое состояние, где эта нелинейность сильная. Но здесь ничего этого не видно. Выглядит это всё очень хорошо, гладко и так далее. Вот. Значит, мы должны вспомнить, что уравнение Хопф – это не единственное уравнение к гидродинамике. Там есть ещё уравнение для плотности. Вот это. И было бы неплохо его тоже рядом написать. Что происходит с плотностью, когда r вот так вот меняется? Чтобы оценить, собственно, силу этой нелинейности и что там с жидкостью происходит. Давайте посмотрим. Ну вот проще не преобразовывать математически это уравнение непрерывности, а заново его вывести в новых переменных. Значит, уравнение непрерывности – это, по сути, свой закон сохранения массы в маленьком начальном объёмчике. Вот пусть у нас была начальная капля, имела объём dv0, и координата у неё была r0. Значит, с течением времени этот объёмчик куда-то уплыл и изменился по величине. Ну, потому что жидкость сжималась, там растягивалась. Стал объём dv. Ну, естественно, радиус-вектор стал r. Ну, собственно, мы выводим уравнение непрерывности или закон сохранения числа частиц. Это означает, что если я возьму ρ0 и на dv0, это число частиц в начальном кубике. Значит, этот кубик поплыл, капля поплыла куда-то, и это всегда одна и та же капля. Значит, в ней количество вещества одно и то же. Значит, это должно равняться ρ на dv. Следовательно, в каждый момент времени ρ, значит, от r и t, или от r0 и t, в координатах Лагранжа от r0 и t, равняется ρ0 поделить на dv по dv0. Значит, dv по dv0 – это то, что называется якобианом. Преобразование. g, который равен dv по dv0, g большое. Вот этого преобразования, это r0 к r. То есть, мы взяли наши точки, маркировали как r0, потом как r. Ну, или можно написать, скажем, d3r поделить на d3r0. Ну, по-всякому, по-разному. В одномерной задаче dv по dv0 – просто dx по dx0. в одномерной задаче. Значит, что можно сказать? Что, во-первых, уравнение непрерывности в координатах Лагранжа тоже полностью проинтегрировалось. Вот здесь, вот в этом, вот, собственно, и есть. Уравнение непрерывности в координатах Лагранжа. Оно не содержит никаких производных по времени. Это означает, что оно просто полностью проинтегрировалось. Мы нашли уже в интегральной форме это уравнение. То есть, тут dp dt нет. Тут вот есть drp dt, а здесь нет. Ну, вот, и давайте посмотрим, вот, собственно, с учетом вот этого уравнения непрерывности, на вот это решение, уравнение Хопфа, которое мы нашли. Нарисуем начальное состояние. Вот здесь вот r, здесь v. В виде синусоида какой-то возьмем. То есть, в начальный момент времени, в времени t равное нулю, да, распределено v от r выглядит вот так. Значит, попробуем понять, что происходит в соответствии с вот этим вот решением с последующие моменты времени. Ну, первое, что можно сказать, что вот это уравнение, оно, собственно, говорит, что скорость v равняется v0 для каждой капли в любой момент времени. Значит, вот капля, которая находилась вот здесь в момент времени t равное нулю, значит, в соответствии со своей скоростью сместится в какое-то через время дельта t куда-то вот сюда. И у этой капли останется, ну, в другое r, да, останется та же самая скорость. Поэтому я нарисовал по горизонтали. Значит, капли, у которых была меньше скорость, сместятся меньше. Капля, которая имела нулевую скорость, вообще никуда не сместится. Ну, в соответствии с вот этим вот уравнением. Значит, новое решение через время дельта t пройдет через вот эти вот капельки, которые тут нарисовал. Значит, капля с самой большой скоростью сместится максимально. А вот эта капля не сместится вообще опять. У нее скорость-то ноль. Вот, соответственно, ну, можно нарисовать вот эти вот смещения. Снова здесь тоже. Нарисовать какой-то такой вот график. Здесь все получится симметрично, потому что смещение в обратную сторону. Скорость v имеет другой знак. То есть вот эта вот зависимость v от r через время дельта t. Значит, если мы подождем еще, то решение станет вот таким. И это совершенно явно решение, которое не соответствует исходным предположениям. Потому что если я вот здесь вот возьму значение, то у меня получится, что при одном r три значения скорости. Между тем, при выводе уравнения гидродинамики предполагалось, что скорость в каждой точке все-таки одна, а не три. И здесь вот тоже вот три. Это означает, что где-то в промежутке между начальным состоянием и вот этим гидродинамика перестала работать. Не только там какая-то нелинейность стала сильная, вообще вся гидродинамика перестала работать. Наша модель стала неверной. До того дошло отчего, и даже модель стала ближе, от этой гидродинамики. Ну и даже мы можем понять, в какой момент это произошло. Это произошло в момент, когда вот здесь была вертикальная производная. Так. Сначала вот она называлась опрокидывание. Вот этот процесс называется опрокидывание волны. Потому что он напоминает то, что происходит с морской волной, когда она на берегу бегает. Через какое-то время происходит опрокидывание волны. Это будет все происходить на семинарах. Но здесь я хочу подчеркнуть принципиальный момент. Значит, что это опрокидывание происходит всегда в какой-то одной точке, и в какой-то первый момент времени, после начала всего процесса. Значит, если оно происходит вообще. Вот. И после этого, значит, уже ничего не работает. То есть, вот чтобы найти момент опрокидывания, надо найти не только момент, но еще и точку, где это произошло. То есть в самый ранний момент времени. То есть вот этот штрих – это минимальное время, которое необходимо, чтобы хотя бы в одной точке модель перестала работать. Значит, вот что это за ситуация. Вот что вертикальная производность здесь на профиле скорости. Значит, скорость – это у нас V0 от R0. Значит, когда вертикальная производность, значит, одной и той же точке соответствует несколько значений V. Это может быть в том случае, если DR0 по DR равняется бесконечности. Ну или вот DV. Да, вот это у нас DV по DR. Это все равно, что DV по DR0 на DR0 по DR. Значит, если это бесконечность, то это означает, что вот эта бесконечность. или DR, то DR0 равняется нулю. То есть вот этот момент соответствует такому состоянию вот этого преобразования R от R0, когда якобиан обращается в ноль. Момент опрокидывания якобиан обращается в ноль, а плотность, соответственно, превращается в бесконечность. То есть вот, значит, что мы получили? Вот это вот простое линейное во времени решение, оно развивается с течением времени, да, вот нормально все идет, но в процессе вот этого вот возрастания времени плотность в какой-то точке возрастает и достигает бесконечности. Вот так работает эта нелинейность. Ну и, конечно, в тот момент, когда она достигла нелинейности, бесконечности, это просто означает, что наше уравнение Хопфа не работает. Вот, понятно, что уравнение Хопфа по физике описывает распространение пыли, да, вот, где нет давления, вот, значит, в облаке пыли. Ну и если мы пыль сожмем, то понятно, что там все-таки давление появится до бесконечности. Ну вот, значит, детали распространения пыли, когда там есть обрушение и так далее, это все будет на семинарах опрокидывания. А сейчас пойду дальше и замечу следующее, что такое же опрокидывание имеется и с ненулевым давлением, а именно в звуке. И чтобы это увидеть, имеется довольно простая одномерная модель, которая называется «Простые волны». Значит, вот что такое определение, почему они так называются простыми, это немножко позже, когда я все уравнения напишу, что именно называется простой волной. Но, значит, вот смысл следующего разделчика такой, что давайте попробуем посмотреть, есть ли вот такое же нелинейное опрокидывание в звуковых волнах, то есть которые описываются вот этими гидродинамическими уравнениями, но с конечным давлением. То есть уравнение ХОПФ – это нулевое давление. А теперь давайте посмотрим, может быть, давление ликвидирует эту нелинейность, но нет, оказывается, она сохраняется. Итак, напишем уравнение в виде ρDVPDT равняется минус градиент, минус, прошу прощения, значит, DPPDX, то есть вместо градиента я написал DPPDX, значит, одномерная модель. Все эти волны будут одномерными. Ну, поскольку задача нелинейная, отнюдь не всегда можно найти хорошие решения и простые. Всегда приходится пользоваться какими-то ограничениями, чтобы это решение получилось простым. Вот, значит, вот это уравнение, уравнение Иллера для одномерного звука, второе уравнение, уравнение непрерывности, которое вот там у нас написано, значит, ρDX по DX0. Вот в таком виде его напишем, поскольку все это не линейное, одномерное. Ну и, наконец, последнее. Я напишу, как P равное P от ρ, от ρ, уравнение состояния. Ну и, в частности, значит, если это адиабата политропная, то это СРО в степени гамма. То есть большая часть выкладок будет годиться для любого P от ρ, но конечный результат мы доведем до конечного результата конкретно для вот такой политропной адиабаты с показателем гамма. Так. Еще одно исправление я сделаю прямо сейчас. Значит, напишу, что это все эквивалентно dROPDT плюс dDX от ρ. Значит, здесь вектор сотру, потому что V у меня направлено по X. Ну, понятно, да? Это то же самое. Так. Ну ладно. Значит, теперь в чем, собственно, вот эта вот простота этих волн? Заключается в следующем. Значит, ищем. частное решение. Это заведомо является системой уравнений, которая описывает значит, волны в газе политропном. Но мы ищем не все волны и не любые, а значит, частное. Частное решение такие, что ρ является функцией скорости. ну а из третьего уравнения будет следовать, что и p является функцией скорости. Не по отдельности, там, скажем, скорости, времени и так далее, а вот такая вот зависимость. Вот, собственно, вот это вот условие и является вот называется простыми волнами. То есть, вот если мы найдем, а мы найдем такие решения, вот они называются простыми волнами. То есть, могут быть и какие-то другие решения, которые такому условию не удовлетворяют. Так, ну и теперь попробуем вот с учетом вот этого вот переписать нашу систему уравнений. Значит, первое уравнение будет ρ. на dv pdt плюс v dv pdx равняется минус dp pdx. Значит, поскольку p у нас зависит от ρ, а ρ зависит от v, то это я могу переписать как минус dp pdρ помножить на dρ pdv и на dv dx. Ну, потому что p зависит от ρ, ρ от v, а v от x. Значит, второе уравнение, вот это уравнение непрерывности. Здесь у нас dρ pdt переписываем как dρ pdv на dv pdt плюс d pdx dv pdx умножить на ρ плюс v плюс v на dρ pdx, который, опять же, переписываем как dρ pdv на dv pdx равняется нулю. смотрите, в результате подстановки вот этого вот величины того, условие, что ρ равняется ρ от v, я оба уравнения свел к дифференциальным уравнениям, которые содержат только производные от v. Ну, то есть, как именно зависит v от x и t описывается двумя уравнениями. значит, для краткости введем обозначение значит, dp pdro обозначим cs в квадрате, как вы помните, с третьего курса это как раз и есть квадрат скорости звука, dp pdro. Вот, но это является функцией ρ, поэтому, вообще говоря, вот этот cs квадрат является функцией v. в конечном итоге, да, потому что это является функцией плотности, а плотность является функцией скорости. Как, какой именно функции мы с вами еще найдем, да, в случае вот адиобата. Да. Значит, у нас, если у нас адиобата, то все эти производные берутся как раз при постоянном, да. так. Вот, второе обозначение это drop и dv. Можно написать, поскольку, из-за того, что это обозначение, можно написать тождественно, да. Вот это вот ро-штрих, просто обозначаем и все, чтобы короче писать. переписываем уравнение, чтобы выглядело все это попроще. Значит, делим первое на ро, получаем dvpdt плюс dvpdx умножить на такую скобку. Здесь, значит, v, вот это слагаемое, плюс вот это cs-квадрат. вот это ро-штрих и здесь еще делить на ро. ро-штрих поделить на ро и все. Равняется 0. Первое уравнение так переписалось, а второе уравнение надо поделить на ро-штрих, да, потому что вот здесь это стоит ро-штрих. Значит, получится dvpdt плюс тут тоже dvpdx выносим. Значит, здесь ро поделить на ро-штрих. Это ро поделить на ро-штрих. Здесь ро-штрих сократится. плюс v тоже равняется нулю. Ну вот, значит, с такими системами работать опасно, потому что, по сути дела, два уравнения определяют одну и ту же функцию. Может оказаться так, что решение не совместно. Значит, как добиться того, чтобы решение точно было совместно? надо, чтобы эти два уравнения совпали полностью. Правильно? Тогда решение будет единственное. Значит, решение существует, если выражение в скобках идентичное. если v плюс cс квадрат ро-штрих поделить на ро-штрих равняется v плюс ро-штрих. то есть по сути дела это условие существования вот этих простых волн. То есть если это не выполнено, то простых волн нет. А мы таким образом получаем v тут сокращается соотношение на ро-штрих поделить на ро. значит ро-штрих поделить на ро в квадрате равняется единице на цс в квадрате. Всюду следует, что ро поделить на ро-штрих равняется плюс-минус цс, которая сама по себе зависит от v или от ро. Это какая-то функция, которая определяется третьим нашим уравнением. Так, значит, теперь берем вот это условие, подставляем сюда, и у нас теперь получится два идентичных уравнения, но поскольку идентичные, достаточно написать одно. Выглядеть оно будет так, dv pdt плюс значит, ро-кро-штрих это вот, вот оно там прямо и написано, плюс, значит, v плюс-минус цс на dv pdx равняется нулю. Значит, это тоже есть функция v какая-то. Значит, домножим. на величину у-штрих, которая равняется dpdx от v плюс-минус цс. Ну, и обозначим v плюс-минус цс от v рождественное равное u. Тогда получится вот здесь получится dv pdt, если я домножил так, прошу прощения, мне надо не по x, а по v. значит, если я dv pdt умножу на dpdv от u, то получится dv pdt, а здесь получится dv pdx. В результате я получаю уравнение dv pdt плюс u dv pdx равняется нулю. Уравнение хопфа. Но уже не для величины v, а для величины u, которая равняется вот этому. v плюс-минус цс от v. Значит, то, что мы писали выше для уравнения хопфа, абсолютно то же самое будет происходить и для, значит, здесь, поскольку получилось снова уравнение хопфа, ну, просто для величины u, которая есть какая-то функция скорости. Значит, почему плюс-минус? Ну, потому что у нас может быть звуковая волна, бегущая в ту же сторону, куда, так сказать, мы измеряем положительное направление скорости v, а может быть звук, бегущий в ту сторону, куда мы считаем, что v, значит, знак скорости v отрицательный. вот из-за этого возникает плюс-минус, да, то есть это речь о том, в какую сторону относительно положительного направления оси скорости мы направили нашу звуковую волну, только и всего. Вот. Ну, ладно, то есть вот это как бы доказывает, что опрокидывание волн возможно также и звуки, значит, при исследовании звука. Но осталось только выяснить, что же это за скорость cс от v. Если это какая-то сильно функция сложная, тогда может оказаться, что ну, даже если u обращается как-то плохо себя ведет, то, значит, с плотностью будет все в порядке, и в опрокидывании не будет ничего плохого. Вот. Но оказывается, что цс от v значит, вообще функция линейная. по крайней мере, вот для такого простого политропного газа. Давайте это выясним. Значит, вот что такое цс от v. значит, попробуем вычислить такую величину. Единица поделить на цс квадрат dpdv от цс квадрата. значит, с одной стороны это будет все равно, что 2 поделить на цс значит, dcс dv это просто, так сказать, продифференцировал, да? А с другой стороны я могу написать, что это единица на цс квадрат dpdv от dpdro. Значит, dpdro пропорционально ρ в степени γ без одного. здесь будет равняться гамма на цс на ρ в степени гамма без двух умножить на гамма без одного и на dro по dv. Правильно? получается, что ну это все равно, что сейчас напишу, все равно, что нет, это вот эта вот константа. Давайте ее с крышечкой можем написать, чтобы не путать. так, а эту константу я, собственно говоря, вот отсюда выражу, то есть вот это сюда подставлю обратно и получу я вот что, я получу, что это dpdro поможет на единицу на ρ и на каму без на вы. А, подождите, я забыл, на росте и хан на росте и да, вот здесь смотрите получилось на ρ стих поделить на ρ вот сюда я его могу взять все равно, что умножить на ρ стих поделить на ρ все равно, что поделить а плюс-минус но ро штрих народа вот этот этот а сократили роштрих народа осталось значит c с это c с нулевое плюс минус гамма без одного пополам множить на в это означает что вот эта функция у которая у нас фигурирует вот здесь давайте ее сюда и напишу это в плюс минус c с нулевую нулевое плюс гамма минус 1 пополам на в то есть это будет гамма плюс 1 пополам умножить на в плюс минус c с нулевое так что по сути своей у просто пропорционально скорости и сдвинута на константу и удовлетворяет вот такому уравнению хопфа то есть мы опять же если его будем решать можем написать что у равняется 0 уравняется ну да значит в общем так сказать решение это вот этого конкретного уравнения будете за не будем заниматься на семинарах ну видно что она так сказать решаемо что вот вот это вот она вот c с квадрат вот здесь нет ну тогда пожалуйста тогда вы должно быть она c с первой степени в знаменателе если сократили вот сюда посмотрите видите то ро штрих на ро ро поделить на ро штрих а тут наоборот ро штрих поделить на ро значит вот этот с идет в знаменатель понятно да так значит таким образом значит что мы показали что значит во первых существует одномерные решения нелинейных уравнений идеальной гидродинамики которые называются простые волны так эти простые волны по своей физической сути представляют собой одномерный нелинейный звук вот значит который распространяется со скоростью cs но значит проблема заключается в том что какой бы маленькой я не взял амплитуду этого звука а амплитуда в этом уравнении задается величиной как раз вот этого в вот в это нелинейность если бы я забыл про первое слагаемое у меня вы просто получился звук распространяющийся скоростью cs нулевое вот но это нелинейность она есть и она как раз этого гидродинамического типа которые мы проходили вот но по сути это собой это уравнение копфа значит звуковая волна одномерная звуковая волна прокидывается чем меньше амплитуда тем дольше она может распространяться без нелинейных искажений но при конечной амплитуде всегда есть конечные расстояния после которого эти нелинейные искажения становятся большими вот ну и в конечном итоге звуковая волна превращается в одну или серию слабых ударных волн значит что такое ударные волны и слабые ударные волны это все на следующем следующей лекции спасибо за внимание